Ну, вы знаете, вот давайте тут, как бы тут, это на самом деле так и не так, потому что когда мы, этот тезис, вот Путин сказал, нас не любят, и мы нашли этому подтверждение в Европе, но это не совсем так, потому что я думаю, что должен быть какой-то инструмент, тут просто нужно понять, зачем Европа делает это, возможно, это такой инструмент для того, чтобы люди возвращались в Россию и начинались какие-то внутренние протесты, негодования, митинги, я не уверена, потому что, вот, кстати, Гудков указал на то, что агентура Кремля путешествует по иностранным паспортам, не по русским. Конечно, они-то путешествуют. У чекистов все хорошо, у СВРщиков, они путешествуют. Не может путешествовать, грубо говоря, коммерсант среднего класса, либо какой-то там, не знаю, менеджер хороший, вот он не может путешествовать. А эта Шушера вся ездит, Кремль и Шушера. Они себе давно сделали, купили там виды на жительство европейские, и с видом на жительство можно путешествовать. Если у тебя вид на жительство кипрский, ты можешь приезжать и в страны Балтии, и пересекать границу с Латвией, и с Эстонией, вообще не проблема. Вообще не проблема. То есть у тех, у кого рыло в пуху, они себе подстелили соломку. Те, кто эмоционально хотел тогда уехать, те оказались вынуждены либо вернуться, либо для особо принципиальных был Израиль, Армения, Грузия, Казахстан. Казахстан и Эмираты. Кто-то уехал в Эмираты. Опять-таки, кто-то прошлой весной, когда там началось жарко и невозможно, вернулся назад в Москву. Начали какие-то новые бизнесы. А вы допускаете мысль, что все равно... Я вот, кстати, думаю, что вы тоже надеялись, да, какой-то... Или все еще не теряете надежды когда-нибудь вернуться в Россию. Я потерял надежду в 2018 году, я об этом публично сказал, когда я увидел эту в Лондоне толпу с серыми мордами, идущими голосовать за Путина. Я понял, что мне с этими людьми просто в одном, не то что в одном помещении, но мне душно и тесно на одной шестой части суши с этими людьми. Пусть дальше голосуют за своего Путина и проект закрыт. Хорошо. Тогда каким вам будет вообще будущее этой страны? Вот вы говорите, они там сидят внутри, у них все хорошо. Но так они и будут... Каким бы мне хотелось, или каким, я думаю, что оно будет? Каким бы вам хотелось? Мне бы хотелось, чтобы огромное пространство было на условной единой валюте, без границ, без огромного количества ограничений, чтобы для перемещения денег, людей, средств и товаров не было никаких препонов, и чтобы люди занимались созиданием и строительством, образованием и так далее. Вот. Это то, что мне хотелось, чтобы было. Пользу от большого... Ну, то есть Европа же столько времени пыталась объединиться, чтобы была единая валюта, единая условная армия, как НАТО, единая валюта, как Евро, чтобы не было границ, понимая, что, безусловно, огромное количество выгод в том, что у тебя нет барьеров между разными субъектами. Поэтому Россию в будущем я вижу, безусловно, как Евросоюз, еще с меньшими налогами и с большей свободой. Вот. А как оно будет? Ну, скорее всего, после бандита Путина будет какой-то вор, который будет очень коррупционный, очень между собой и будет дальше продавать нефть и газ, но не будет вести войну, потому что это невыгодно, и на яхтах, на самолетиках не полетаешь, и будут потихоньку откручивать санкции и лукаво заниматься своими темными, сугубо экономическими делами. Я вот думаю, что будет приблизительно так. Ну, хорошо, назовите имя этого вора. Вы знаете имя... А любой. Президента России. А любой вокруг Путина. Возьми, кроме трех-четырех кровавых упырей чекистских, любой справится с этой задачей. Любой, условно, Мишустин. Хорошо. Кстати, вот когда мы говорим с вами время от времени о том, что внутри... Путков вчера проверил возможность быстрой смерти. Он говорит, родители Путина дожили до 90 лет, так что же нам теперь терпеть. А скажите, а вот вы видите возможность, я не знаю, преемника смещения Путина? Нет. Или это не возможно? То есть ближайшие 10 лет там или сколько там ему отпущено? Я не знаю, сколько ему отпущено. Он продолжает? Господь, Бог. Я не Господь, Бог. Никакой силы политической, которая могла реально осуществить, не знаю, кровавые, некровавые, путем договоренности каких-то, гарантируя ему там жизнь, сохранение жизни и свободы. Нет, он ни на каких гарантиях, никаких переговоров ни с кем не будет, ни по каким гарантиям. Он власть не отдаст сам добровольно никогда. Это невозможно. Этот вариант не рассматривается вообще. Может быть, случайность, да, случайная смерть, она тоже с каждым годом риск, грубо говоря, условного тромба или чего-нибудь такого, он безусловно растет, что бы ты ни делай. Либо кто-то из окружения психонет. Ну вот просто из окружения будет моментальное помешательство рассудка у кого-то. Вот. Ничего другого, никак по-другому не произойдет. В противном случае он может и 10, и 15, и 20 лет жить. А что ваши коллеги говорят, и там оставшиеся бизнесмены, если вы сохранили, конечно, какую-то коммуникацию, а что говорят про вот эту договоренность и про встречу с лидером Китая? Насколько здесь, потому что ведь экономика меняется, количество народу, населения меняется в России, земель столько России уже не надо, они там в Сибири ничего сделать не могут. Есть угроза, есть понимание того, что бизнес-интерес российский есть в Китае, или у Китая есть свой интерес в территории России? Смотрите, все китайские карты, где вместо Сибири написано «Северная территория», это карты тайваньские. То есть они написаны о том же «Мандарине», но из-за того, что СССР не признал Тайвань, и Россия потом не признала Тайвань, из-за дружбы с Китаем, Чан Кайши не признал Советский Союз. Он в Советском Союзе жил, учился, по-русски понимал, вот, зная, как это все устроено, и ему было очень важно признание Советского Союза, и Советский Союз не признал. Поэтому это на тайваньских картах написано «Русь» до «Урала», а потом «Северная территория». У Китая, кроме островов на Амуре, никаких территориальных претензий не было исторически и нет. Граница по-прежнему приблизительно проходит там, где 150 казаков, еще при правлении, коротком правлении Софьи Алексеевны. Ее протоптали, там, вступив в какую-то небольшую стычку, где-то там на берегу Амура. Вот. Единственное, что спорным оставались, статус островов. Китай его трижды оспаривал. В 1969 году остров Даманский был взят с жестокими боями и пытками. Советский Союз промолчал. В 2004 году Путин отдал большой остров в Китаю. А с тех пор там Путина ненавидят, потому что даже россияне, живущие в Хабаровском крае, этнически там наполовину или минимум на 40 процентов, украинцы, кстати, вот, тоже не любят отдавать свои территории ни в коем разе. Вот. Вот. Поэтому там ни единая Россия, ни Путин не выигрывал, ни когда. И сейчас, судя по всему, отдадут еще какую-то половину острова или еще какой-то большой остров. Вот. И всегда это единственное, на что Китай претендует. У Китая большие интересы в Средней Азии, в Казахстане экономические, в Африке. Ну, а Китай внутренняя империя, всю жизнь внутренняя империя. То, что они считают своим, как там Тибет, Тайвань или часть там земель северных, где живут этнически другие люди, вот они то считают своим, а остальное они своими считают. Поэтому это пугалка для слабо заселенного Дальнего Востока, захваченного, но до сих пор не оставающегося из, грубо говоря, колонии, не перешедшей в режим провинции. Вот. Провинции у нас до где-то Новосиба. Дальше колонии идут. Плохо обжитые. Ничего никто, никакой территории никуда не отдаст. Вот. Единственное, что если Россию ждут потрясения, вероятно, точка раскола может пройти по Кавказу, Ингушетия, Чечня и Дагестан, ну, потому что ментально все остальные гораздо ближе, мусульманские республики все-таки живут по своим, по другим законам, и если может возникнуть точка напряжения, то только там. А несмотря на то, что эти республики глубоко коррупционные, полностью под контролем чекистов по всем отраслям и финансы очень зависят, там может быть точка напряжения еще одна. Вот. А про развал России это из Сирии... Я уже очень грубо скажу, всех на**ал и себя не забыл. Никаких предпосылок для этого в исторической перспективе я, честно говоря, не вижу. Нужно сделать всем миром все, чтобы на этой территории занимались созиданием, обучением, строительством дорог и занимались внутренней проблемой. Вот. Это как-то возможно, учитывая успешный опыт, например, московской реновации, реставрации. Вот. А, наверное, да, наверное, был хороший дан пример, как бы это могло бы быть, если бы не лезть с оружием в другие страны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!